Добро, любители темных картинок. Я прошел все игры супермассивов, которые доступны на ПК. Когда появятся новые, пока не понятно. Так что я сейчас активно подбираю игры, которые можно было бы препарировать аналогично играм супермассивов. В виш-листе несколько стареньких интерактивных киношек, аналогичных темным картинкам. Выбор между Asdask Falls, Heavy Rain и Detroit. А может вообще пуститься во все тяжкие и переключиться на Red Dead Redemption 2. Там контента года на 2-3 точно есть. Хотя RDR уже излазили вдоль и поперек, но тем интереснее будет найти что-нибудь новенькое. Короче посмотрим как фишка ляжет. А сегодня хочется подвести итоги прошлого года. В том году я немного поиграл в Dead Space, поностальгировал в Atomic Heart и в ремейке четвертого резика, поучился в Хогвартсе, мочил зомбаков во втором мертвом острове и слегка покопался в Зельде, свеженьком Mortal Kombat'е и даже чуть не увязв бредовой истории второго Алана Уэйка. Ну и еще порядка десятка игр попробовал. Но конечно же основную долю контента составили игры супермассивов. Сначала мы выбирались из замка убийств мистера Дюмета, а потом изучили во всех деталях человека из Медана и побывали в Литл Хоу. До того что доступно только на плойке я пока не добрался. Жду, пока четвертые плойки подешевеют или эмулятор до ума доведут. А может найду приставку в аренду. Так что в далеких планах Until Dawn и еще парочка игрушек от этих же разработчиков. Так что же там с темными картинками спросите вы? Мы же даже какой-то опрос проходили. Рассказываю. Для начала немного личной статистики. Начал я знакомство с антологией с Дома Пепла. Тогда я был не особо опытен и смог выжать из игры всего 18 роликов. Следующим был Карьер. Там я уже замахнулся на 58 видео. Полностью развернуться удалось в Дьяволе во мне. Эта игра принесла мне несколько тысяч подписчиков и почти 90 роликов. Под конец года я изучил Мэн оф Медан и Литл Хоуп. По первой игре получилось 47 видео. По маленькой надежде 25. Это если брать сухие цифры. Зато теперь у меня сложилось обоснованное и четкое мнение по поводу каждой из них. И одно время мне было немножко не по себе, когда читал комментарии по поводу той или иной игры. Особенно выбивали из колеи комментарии по Литл Хоуп. Многие мои зрители ставили маленькие надежды на первое место. И в первую очередь из-за сюжета. Может я что-то пропустил или не понял. В моем личном рейтинге Литл Хоуп заняла самое последнее место. Я считаю, что когда сценарий заканчивается по принципу сна собаки, это говорит о профессиональной импотенции сценаристов. Мне жаль. Знаю, ты не виноват. Именно поэтому самой каноничной для меня концовкой является финал, когда все герои погибают в доме, а Эндрю пускает себе пулю в голову. Ну, в крайнем случае можно отправить мужика в дурку. Я могу только такой финал перенять. Этот ублюдок вооружен. Вы о чем это? Вас ничего не беспокоит? Нет, прошу! Стойте! Вы не понимаете! А все эти сопли, разговоры с невидимыми друзьями, не, это все не мое. Только заодно это, Литл Хоуп, в моем личном рейтинге, опускается на самое дно. А еще там довольно унылая и крайне линейная история. Ее обозначают еще в прологе, и дальше она никак не развивается. Хотя потенциал у сюжета огромный. Мы никак не можем повлиять ни на ситуацию в настоящем, ни на суды над ведьмами. Только в самом финале игроку дают возможности как-то поменять концовку сюжета, но так и не расскажут, чем же все закончилось. Многие сюжетные линии, особенно второстепенных персонажей не раскрыты от слова совсем. Чуть выше в рейтинге «Человек из Медана». Хотя тут сложный момент. «Devil in me» и «Man of Medan» для меня примерно на одном уровне. У каждой из игр есть свои плюсы, свои минусы, но обе явно не дотягивают до третьего места. Так что поставлю их на четвертое, а третья строчка останется пустой. В «Man of Medan» рассказывают интересную историю, особенно если читать все записки и документы. Но главные герои ведут себя слишком… слишком тупо и прямолинейно. В «Дьяволе во мне» добавили много новинок в геймплей, вроде предметов инвентаря и возможности наконец-то забираться на уступы. Правда, почти ничего из этого не работало. Визитку Чарли и карандаш Кейт еще хоть как-то можно было использовать. А вот булыжник аметиста у той же Кейт был бесполезен. Как и микрофон у Эрин. С его помощью можно было послушать какие-то звуки, но в геймплей это не добавляло ничего нового. Такими же бесполезным девайсом был ингалятор. Я надеялся, что его неиспользование вовремя даст какие-то необычные сцены или диалоги, но надеялся зря. А еще разработчики добавили балансирование. Правда, это был пассивный навык у всех героев и прокачан был на максимальный уровень. Потому что ни один из них не свалился с какого-нибудь бревна, как я не старался. В конце концов, навернуться смог только Чарли. Хотя боялся высоты всю игру Марк. Вот за все эти недоделанные заготовки я и снизил баллы игре. На втором месте у меня стоит карьер. Игра про вожатых, оставшихся в летнем лагере и столкнувшихся с непонятной фигней. Вроде бы стандартная история для хорроров и слэшеров, но тем она и хороша. С одной стороны, на серьезных щах нам рассказывают историю, которую мы слышали миллионы раз, но никто и не выдает ее за оригинальный сюжет. Разработчики еще и иронизируют и над собой, и над героями игры. Что не хватило за Кори для победы? Лично меня в ней выбесил один момент. Гребаный зайц из домика, который каким-то хреном очень сильно влияет на финал игры. А также множество логических дыр в сюжете. Ну и техническое состояние. Игра явно делалась в попыхах и временами это сильно заметно. В остальном к этой игре у меня нет вопросов. Первое место занимает Хаус оф Аш. Однозначно и без вариантов. И история отличная, которая постепенно разворачивается на наших глазах. И с юмором все в порядке. И влияние игрока на развитие истории персонажей очевидно и заметно. Салим, посмотри. Это одно из существ, но старше. Древнее. Ты же не думаешь, что оно живое? Потрогай. Сам трогай. Сыкло. Если бы в эту игру добавили новые для темных картинок фишки вроде предметов инвентаря и разных способов взаимодействия с предметами и окружением, то Дом Пепла мог бы побороться за звание лучшей игры студии. Я провел опрос среди своих зрителей, чтобы выяснить, насколько мой топ отличается от общего. И тут все стало на свои места. В лидерах именно те игры, которые понравились и мне. Последние места несколько отличаются, но незначительно можно списать на социологическую погрешность. Вот такой список получился у меня. Такие итоги года. Надеюсь, в этом году в этот рейтинг добавится минимум две игры от супермассивов. А пока всем добра, любители темных картинок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok